Ну что же, всем привет, сегодня мы поговорим про такой избитый вопрос, вот, что делать, если мужчина не нравится женщине, женщинам, вот, они говорят, не мой типаж, вроде не урод, не урод, мужчина, вот, у мужчины нет друзей, значит, что делать, если человек работает без выходных, вот, живет с мамой, ей 72, например, года, вот, ну и, соответственно, человек идет по наклону, пьет пиво, там, проблема начинается с ЖКТ, вот, мнительность, работа без выходных, чтобы не сидеть с мамой, плюс отсутствие друзей, вот, ну и, соответственно, все, налицо все признаки депрессии, вот, смотрите, значит, а, мне кажется, что, ну, для красного словца можно было сказать, что многие мужчины сталкиваются с этим, вот, многие-немногие, статистику я не веду, поэтому пусть каждый сам решит для себя, многие-немногие, если есть подозрения, подозрения на депрессию, то лучше всего обратиться к врачу, провериться и так далее, если что, назначат препараты, вот, значит, пропилки, появится сила, для чего? Для работы над собой, для психотерапии, потому что такая история, когда человек живет так, как я описал, вот, это разновидность, да, вот, агрессия. А фантазии насчет болезни и мнительности, это тоже следствие аудиогрессии, да, кто-то, кто-то не согласится, кто-то из психологов, коллег скажет, что это не так, вообще немножко разное, не буду спорить, никак не буду комментировать это, у всех свое мнение, вот, мое мнение, что это разновидность аудиогрессии, точнее, следствие ее. Значит, что такое мнительность, она же тревожна. Это воображение каких-то негативных сценариев. Спрашивается, почему или как, вот, опять же, психология не любит вопрос, почему, да, поэтому, как. Человек приходит к рисованию этих негативных сценариев. Ну, ведь никто же не хочет чего-то плохого, да. На бумаге никто не хочет болеть. На бумаге никто не хочет умереть. На бумаге никто не хочет, чтобы что-то разрушилось, что-то потерялось. Ну, вот беда. Мысли, мысли такие приходят в голову. Это означает, что человек этого хочет. Он как бы сам себе этого желает. И тут же себе запрещает. То есть, можете представить себе уровень подавления. Если я запрещаю себе злиться на кого-то. У меня это переключается на меня. И я запрещаю себе даже это. Даже это я себе запрещаю. Можете представить себе уровень подавления. А теперь попробуем представить себе, как такому человеку с кем-то общаться. Ну вот, мы получаем картинку человека, которому говорят, что он не типаж. Неподходящий типаж. Я бы здесь еще зацепился за это вот слово. Типаж. Вот что такое вообще типаж? Типаж это что? Это что? Типаж человека. Это как? Это то есть я прихожу куда-то и я чей-то типаж, а чей-то нет. И люди выбирают друг друга по тому, подходят ли они по типажил или нет. Это ж так не работает. Есть очень много историй, когда люди говорят, да я вообще не понимаю, она или он мне вначале не нравился и не нравился, но вот что-то случилось, да, какое-то волшебство и вот мы вместе. Это говорит о том, что типажи призваны для того, чтобы защитить человека от близости. Типажи заменяют, замещают искренность, заменяют, замещают открытость, честность, ну в определенной степени. Вот. И типажами оправдывается что-то. То есть нельзя сказать просто, что мне с тобой некомфортно или ты мне не нравишься, ты не мой типаж. Иногда бывает действительно, что типаж не мой, но это бывает очень редко, гораздо реже, чем происходит это, чем говорят. И касается это совсем другого. Не того, а вот что принято включать в типаж. Поэтому, какие могут быть варианты? Во-первых, разрешить себе злиться на и вообще чувствовать себя что угодно персонализированно кому-то. Во-вторых, ну, работает сама цель. Он это человек, который отшил всех друзей. Это человек, который боится, не хочет, чтобы его оценивали. Он, вот это самый его страшный кошмар. Вот у меня будут друзья. И эти друзья, они что-то обо мне подумают. Они меня как-то оценивают. Это вот ночной кошмар для людей. Дальше работать с моделью мужского поведения. Я вообще какой мужчина? Что для меня входит в это понятие быть мужчиной? Каким мужчиной я себя вижу? Дальше отход от структурированных знакомств. По моему опыту, ничего хорошего из этого не получается. Структурированные знакомства. Ничего хорошего не дают вообще. Спомбанность, случайность, откликаемость. Точно дают настоящее общение. На чем она строится? На интересах. Развитие собственных интересов очень важный момент. Какими бы они ни были. Это интерес. Даже тоже пиво. Как это ни странно звучит. Даже тоже пиво. Кстати, проблемы с ЖКТ связывают с реализацией. То есть ЖКТ. ЖКТ страдает тех, у кого есть сложности с самореализацией. Очевидно, что человек, который находится в порывной ситуации. Человек, который работая где-то, на самом деле может больше, но он себе запрещает это делать. Добавьте сюда возраст. Значит, средний. Так хорошо. Ну, по сути, по сути, все. Человек ставит на себя. Работа. Представить работу над собой. Не быстро. Потому что средний возраст человека сформировавшегося уже. После 40 лет сложнее меняться. Сильно сложнее. Можно, но сложнее. Поэтому настраиваться нужно на работу над собой среднюю. Жизнь не окончилась. Вот. И все. В принципе, все можно успеть. Как-то так. Надеюсь, это было интересно и полезно. Спасибо большое за внимание. Если хотите поддержать мою работу, то ссылочка в описании.